Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам комментарий к практике Верховного Суда по налоговым спорам за 2015 год. Здесь, прежде всего, хотелось бы указать, почему данный комментарий готовится в июне 2016 года. Ну, уже в конце июня 2016 года. Дело в том, что кто следит за появлением записи на канале, наверное, помнит, что, например, комментарий к практике Верховного Суда за 2014 год также делся в июне, но 2015 года. Но тут, на самом деле, дело даже не в традиции, а в том, что для того, чтобы готовить комментарий, необходимо было все-таки посмотреть, как те или иные позиции Верховного Суда стали отражаться в практике и, прежде всего, в практике 2016 года. Поэтому при рассмотрении тех или иных дел будут время от времени приводиться и примеры практики 2016 года, чтобы проиллюстрировать, как соответствующая практика отражается в настоящий момент в 2016 году. Ну и, кроме того, следует отметить, что к практике Верховного Суда за 2015 год готовятся комментарии различных специалистов, и понятно, что многие из этих комментариев, они уже публикуются в 2016 году. Соответственно, чтобы подготовить достаточно хороший комментарий, необходимо учитывать и мнение специалистов по тем или иным делам. Поэтому в данном случае и настоящий комментарий, он подготовлен по истечению уже полгода с момента окончания 2015 года. Так, ну, а на этом заканчиваем столь длинное вступление. Подготовил комментарий Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо... Извиняюсь, обо мне. Я предлагаю следующий план рассмотрения практики Верховного Суда. Во-первых, необходимо, в принципе, посмотреть, какие комментарии были к практике Верховного Суда. Кроме того, будет рассмотрена общая характеристика деятельности Верховного Суда по налоговым спорам. Будут приведены как количественные показатели, так и качественные характеристики. Ну, а дальше будут непосредственно рассматриваться дела. Сначала будут рассмотрены дела, связанные с применением первой части налогового кодекса. Ну, а затем будут рассмотрены дела, связанные с применением особенной части налогового кодекса и дела, связанные с применением в отношении конкретных налогов. Ну и окончательно будут рассмотрены споры о добросовестности. В общем, традиционно споры о добросовестности занимают, скажем так, львиную долю работы Верховного Суда. В общем, не стал исключением и 2015 год. Итак, на самом деле, кто хочет более глубоко понимать практику, которая существует, которая формируется Верховным Судом, следует, безусловно, ознакомиться с теми комментариями, которые в настоящий момент, к настоящему моменту уже подготовлены различными специалистами. Здесь я, на самом деле, хотел бы сослаться в том числе на свои комментарии. Кого интересует, в общем, практика 2014 года, то они могут ознакомиться с видеокомментарием, который есть на канале. Ну и кроме того, по практике 2014 года есть статья, моя статья, она, правда, на английском языке, но там перевод несложный, поэтому кто на начальных, ну, знает английский язык хотя бы на начальном уровне, вполне может понять, о чем там написано. В общем, данная статья, она опубликована в журнале Высшей школы экономики. Почему я, в принципе, говорю о практике 2014 года, потому что, ну, важно, на самом деле, сравнить, и в настоящем комментарии я буду сравнивать деятельность, которая была в 2014 году, и деятельность Верховного Суда в 2015 году. Ну и, на самом деле, по практике 2015 года есть достаточно много источников и комментариев. Во-первых, опять же, сошлюсь на своем виде, так называемом топ-10, в котором освещены, ну, по моему мнению, наиболее важные дела, которые были рассмотрены судебной коллегией по экономическим спорам, налоговые дела. Кроме того, интересен видеосеминар Алексея Артюха. Этот видеосеминар, он размещен на портале Закон.ру. Также обращаю внимание на статьи. Во-первых, на статью Лысенко Егора Анатольевича, опубликованную в налоговеде, и на статью Демина Александра Васильевича. Правда, статья Демина, она опубликована в 2015 году. Соответственно, не все дела, которые представляют интерес, в данной статье затронуты. Кроме того, следует обратить внимание, скажем так, на работу, которая посвящена в целом деятельности Верховного Суда. Работа достаточно обширная, подготовлена коллективом авторов. Она есть в открытом доступе, в формате PDF, поэтому вы ее можете найти. Работа называется «После вас. Российское экономическое правосудие. Сегодня и завтра». В этой работе, в том числе, затрагивается деятельность Верховного Суда по налоговому спору. Ну и в качестве анонса, я надеюсь, выйдет также моя статья по практике 2015 года. И кроме того, полагаю, что необходимо обращать внимание на обзоры ФНС России, которые готовятся. ФНС России издает обзоры по налоговой практике Верховного Суда и Конституционного Суда. И, безусловно, на данный обзор также следует обращать внимание, чтобы понимать, какими делами руководствуются ФНС России и налоговые органы при осуществлении своей деятельности. Так, ну а теперь приступим к общей характеристике практики Верховного Суда. Начнем с количественных показателей. Ну, исходя из анализа деятельности, можно увидеть, что в среднем Верховный Суд в месяц рассматривал около 110 дел, но при этом 2-3 дела они передавались, точнее даже рассматривались судебной коллегии по экономическим спорам. В целом за 2015 год было судебной коллегией по экономическим спорам было рассмотрено 28 налоговых дел. Ну, я надеюсь, я ничего не пропустил. И в целом мои показатели, они также о том, что было рассмотрено 28 дел, они совпадают и с мнением других специалистов. Ну, вот непосредственно о 28 делах необходимо сказать подробнее. Во-первых, безусловно, 28 дел – это гораздо больше, чем количество дел, которые были рассмотрены в 2014 году, даже с учетом того, что Верховный Суд в 2014 году работал всего полгода. То есть в 2014 году было рассмотрено всего 5 налоговых дел судебной коллегии по экономическим спорам, в 2015 году уже 28 налоговых дел. Ну, в целом такая разница может объясняться только тем, что все-таки 2014 год и вот эти полгода можно рассматривать как определенный переходный этап, когда только организовывалась работа Верховного Суда, нового обновленного Верховного Суда, и поэтому, в общем, продуктивность деятельности, безусловно, была невысока. В 2015 году, в общем, работа наладилась, и по количественным показателям можно увидеть, что достаточно дел рассматривается и пересматривается судебной коллегией по экономическим спорам. Безусловно, данные показатели в любом случае не дотягивают до показателей Высшего Арбитражного Суда. Так, в 2013 году Высший Арбитражный Суд, Президиум Высшего Арбитражного Суда, рассмотрел около 60 дел, которые можно отнести к налоговым спорам. Но на самом деле здесь нужно учесть следующее обстоятельство, что даже еще в бытность Высшего Арбитражного Суда наметилась тенденция по снижению налоговых споров, которые рассматривались арбитражными судами. Эта тенденция, она, безусловно, обусловлена была тем, что была установлена обязательная досудебная процедура рассмотрения налоговых споров. Ну и, кроме того, в общем, улучшалось качество работы налоговых органов, которые старались все-таки заведомо проигрышные дела не доводить до судебного разбирательства. В общем, эта тенденция, повторюсь, она наметилась и в бытность Высшего Арбитражного Суда, но и продолжала усиливаться уже в бытности Верховного Суда. Поэтому тот факт, что судебная коллегия по экономическим спорам рассмотрела всего 28 налоговых дел, не должно смущать, поскольку это в рамках тенденции по снижению, в принципе, количества налоговых дел, которые рассматриваются арбитражными судами. И, безусловно, такая тенденция должна влиять и на деятельность Верховного Суда. Но, несмотря на все это, есть в любом случае определенные претензии к деятельности Верховного Суда, связанные с тем, что Президиум Верховного Суда фактически не рассматривает арбитражные дела, ну а к настоящему моменту налоговые арбитражные дела так и не были предметом рассмотрения Президиума Верховного Суда. Здесь я отойду немножечко в сторону и отмечу, что одно налоговое дело все-таки Президиумом Верховного Суда было рассмотрено в 2015 году, но оно пришло из административной коллегии и касалось НДФЛ. Реквизиты данного дела вы видите. В общем, данное дело, оно касалось возможности налоговых органов рассчитывать НДФЛ с использованием расходов физических лиц. Ну иначе говоря, по сути дела, в качестве налоговой базы рассматривались не доходы, а расходы физических лиц. Так вот, Президиум Верховного Суда указал на недопустимость такого подхода. И отмечу, что ФНС России ориентировала ниже стоящие суды учитывать соответствующее постановление. Но, повторюсь, так или иначе, арбитражные налоговые дела еще Президиумом Верховного Суда не рассматривались. И на данное обстоятельство обращают внимание специалисты, при этом они стараются сравнивать деятельность Президиума Верховного Суда с деятельностью Президиума Высшего Арбитражного Суда. Хотя, на мой взгляд, безусловно, такое сравнение не совсем корректно, потому что в системе между арбитражными судами и Президиумом Высшего Арбитражного Суда не было структуры, которая могла бы пересматривать дела. Вместе с тем, в современной системе между арбитражными судами и Президиумом Верховного Суда имеется такая структура, а именно судебная коллегия по экономическим спорам. Наличие такой структуры, в принципе, говорит о том, что Президиум Верховного Суда и не должно рассматривать значительное количество споров, которые приходят из арбитражных судов. Хотя, в любом случае, то обстоятельство, что Президиум Верховного Суда рассматривает недостаточно дел, действительно имеет место, и на него следует обратить внимание. Здесь, на самом деле, следует обратить внимание на то, что имеются, скажем так, определенные недостатки в процедуре передачи жалоб на рассмотрение в Президиум Верховного Суда. А именно следующие недостатки – то, что надзорная жалоба, например, на решение судебной коллегии по экономическим спорам, она рассматривается судьей единолично. При этом она рассматривается судьей, которая или которой входит в состав судебной коллегии по экономическим спорам. Поэтому здесь, безусловно, встает вопрос о независимости судьи, которые рассматривают соответствующую жалобу. Потому что, в любом случае, данная судья так или иначе пересекается в работе с судьями, которые принимали решение, на которое подана надзорная жалоба. Хотя здесь я хотел бы обратить внимание на то, что определенные недостатки данной процедуры пытаются сгладить. А именно это происходит следующим образом. В настоящий момент судебная коллегия по экономическим спорам разделена на различные составы, из которых можно выделить в том числе налоговый состав. Выделить его можно тем, что в него входят судьи, которые в основном специализируются именно на налоговых делах. Так вот, надзорные жалобы на решение данного состава рассматривают судьи из других составов, которые не входят в налоговый состав. И, видимо, тем самым пытаются каким-то образом соблюдать принцип независимости судей при рассмотрении надзорных жалоб. Но, на мой взгляд, все-таки данный принцип реализуется не в полной мере. Так, ну и на что еще следует обратить внимание, это на то, что Верховный суд стал в обобщающих своих актах затрагивать налоговые вопросы. Ну, полностью налоговые вопросы были затронуты в обзоре практики по НДФЛ. В других обобщающих актах налоговые вопросы не являлись центральными вопросами, но, тем не менее, как-то мимоходом затрагивались. В данном случае я привожу реквизиты данных в постановление. Эти постановления, они касались вопросов определения кадастровой стоимости и вопросов, связанных с применением гражданского законодательства. Так, ну а теперь переходим к качественным характеристикам актов Верховного суда. Во-первых, следует отметить, что справедливо говорится о высоком качестве текстов определений судебной коллегии по экономическим спорам, которые выносятся по налоговой тематике. И действительно, из данных актов можно, во-первых, увидеть обстоятельства дела, можно, в общем, четко понять, чем руководствовались ниже стоящие суды при принятии решений. Ну и достаточно четко можно увидеть позицию Верховного суда, точнее, судебной коллегии по экономическим спорам по тому или иному вопросу. Вообще, данная такая структура определений, она способствует установлению единообразной практики, поскольку позволяет ниже стоящим судам достаточно четко видеть позицию Верховного суда и, соответственно, применять эту позицию по аналогичным спорам. Поэтому в данном случае с такой оценкой, ну, эта оценка высказывается достаточно многими специалистами, я, в общем, с такой оценкой согласен. Но остается проблема отказных определений и содержание отказных определений, поскольку во многих случаях действительно остается неясным, чем руководствовался судья при принятии отказного определения. То есть, неясны ни обстоятельства дела, ни, в общем, четко не сформулирован вывод самого судьи. Здесь следует отметить, что в 2015 году появились отказные определения Верховного суда с особым содержанием. Примерами таких отказных определений являются определения по делам Евроско-Качканарский комбинат и определения по делу компании Авиастар. Я здесь сразу отмечу, что я буду, когда ссылаться на дела, именно приводить название налогоплательщика, а не реквизит, потому что, ну, места, как видите, мало. Поэтому, думаю, что вполне удобно будет найти те или иные определения по названию налогоплательщика. Так вот, особый вид отказных определений. В чем их особенность? В том, что судьи в этих определениях указывают на то, что действительно доводы налогоплательщика, они основаны на праве и, в общем-то, обоснованы. То есть, фактически указывают, что акты нежестоящих судов в той или иной мере нарушают налоговое законодательство. Но, тем не менее, судья по тем или иным причинам, в основном указывается на то, что принятие нового судебного акта не позволит восстановить право налогоплательщика. Так вот, по этим причинам судьи отказываются передавать дела в судебную коллегию по экономическим спорам. Почему, в принципе, появляются такие определения? По всей видимости, судьи пытаются таким образом, то есть, с помощью отказных определений, корректировать практику нежестоящих судов. То есть, пытаются ориентировать нежестоящие суды, все-таки обращать внимание при разрешении споров на те или иные доводы налогоплательщиков. Но я все-таки полагаю, что такого рода отказные определения, они все-таки учимляют права налогоплательщиков. Поскольку, по сути дела, судьи Верховного суда приводят новые аргументы, речи о которых не было при рассмотрении дел в нежестоящих инстанциях, и, соответственно, на эти доводы налогоплательщик не мог дать свои аргументы, то в данном случае можно увидеть нарушение прав налогоплательщика, прежде всего нарушение права на судебную защиту. Что обращает на себя внимание в содержании актов, прежде всего актов судебной коллегии по экономическим спорам, это то, что достаточно активно используются принципы налогового права, достаточно активно судьи ссылаются на данный принцип. Это означает, что, в общем, судьи Верховного суда стараются установить не только формальные обстоятельства для применения тех или иных норм, но все-таки и учитывают те последствия, которым приводят применение, соответственно, тех или иных норм и оценивают результаты применения тех или иных норм на соответствие этих результатов принципам налогового права, что, в общем, можно только поддержать. В большинстве случаев Верховный суд продолжает следовать позиции Высшего арбитражного суда. Если и происходят какие-то изменения, то, скажем так, они носят уточняющий характер, но в качестве яркого примера может служить дело Римис Лимитед, о котором я еще буду говорить немножко позже. Опять же, поскольку Верховный суд, по сути дела, следует позиции Высшего арбитражного суда, нельзя сказать, что на уровне Верховного суда происходит какая-то революция, либо имеется существенный крен в пользу налоговых органов. Так, если посмотреть статистически на дела, которые были рассмотрены судебной коллегией по экономическим спорам, то можно увидеть, что там решения разбиваются фактически 50 на 50. Ну, 50% в пользу налогоплательщиков, 50% в пользу налогового органа. Ну, и в любом случае, еще раз повторюсь, что все-таки нельзя говорить, что происходит какая-то негативная революция на уровне Верховного суда при рассмотрении налоговых споров. На мой взгляд, революция идет именно снизу, а именно то, что революционные решения, по сути дела, принимаются нежестоящими судами, а роль Верховного суда заключается в том, что Верховный суд, по сути дела, не пересматривает такие революционные решения. Так, ну, по характеристике количественно-качественной, я думаю, все. Переходим к следующему слайду. Итак, общая часть налогового права. Вообще следует отметить, что на практику по налоговым спорам, безусловно, влияют кризисные явления в экономике, которые существуют на данный момент. И иллюстрацией таких кризисных явлений является, например, рост числа споров, связанных с исполнением обязанностей по уплате налогов. Иначе говоря, когда налоги уплачиваются через банки, которые признаются банкротами, в связи с чем налоги не перечисляются в бюджет. Ну, здесь отражаются два явления. Первое, как я уже сказал, это экономический кризис, но и, во-вторых, то, что в настоящее время происходит процесс очищения банковской системы от недобросовестных участников. В связи с чем, повторюсь, наблюдается рост числа споров об исполнении обязанности по уплате налогов. При рассмотрении таких споров суды учитывают следующее обстоятельство. Это, во-первых, наличие действительной обязанности по уплате налогов. Потому что нередко в спорах можно увидеть то, что налогоплательщики уплачивают налоги через проблемные банки до наступления сроков по уплате налогов. И данное обстоятельство рассматривается в качестве одного из доказательств – то, что налогоплательщик действовал недобросовестно. И в данном случае примером такого подхода являются дела Arsenal Win и Garant Service. Кроме того, безусловно, учитывается наличие других счетов в других банках. В данном случае примером служит дело Жукова. То есть ситуация, когда у налогоплательщика имеются счета в других банках, но, тем не менее, он уплачивает налог именно через проблемные банки. Данное обстоятельство также рассматривается как негативное. Ну и, кроме того, особое внимание уделяется тому, знал либо не знал налогоплательщик о проблемах банка. При этом здесь учитывается не только факт самого знания, но и, в принципе, возможность узнать. Иначе говоря, если информация о проблемах банка достаточно широко обсуждалась средствами массовой информации, то данное обстоятельство также учитывается. Таким образом, налогоплательщикам, безусловно, в настоящий момент необходимо мониторить ситуацию по своим банкам. И, соответственно, в случае, если в открытых источниках проходит информация о проблемах банка, то необходимо все-таки решить, следует ли через такую банку плачивать налог. Потому что высок риск того, что будет признано, что налогоплательщик все-таки не исполнил свою обязанность по уплате налогов. Замечу, что такого рода дела продолжаются и в 2016 году, примером чего служит дело навигатора. В данном деле негативным для налогоплательщика учитывались следующие обстоятельства. О том, что у налогоплательщика имели счета в других банках, что налоговые платежи уплачивались только через проблемный банк. Ну и, наконец, то, что срок уплаты платежей не наступил. Таким образом, повторюсь, налогоплательщикам следует учитывать данную практику и, в общем, оценивать свои налоговые риски. Следующие дела, опять же, они, на мой взгляд, тоже иллюстрируют проблемы в экономике. И связаны с тем, что в связи с недостатком ликвидных средств налогоплательщики пытаются выявить налоговые резервы и, в общем, пытаются вернуть деньги из бюджета. Соответственно, можно наблюдать рост числа споров, связанных с возвратом налогов. В принципе, суды с неохотой удовлетворяют заявления налогоплательщиков по возврату налогов, приводя различные аргументы. Самым, безусловно, распространенным аргументом является то, что налогоплательщикам пропущен трехлетний срок для возврата налогов. А те факты, которые приводят налогоплательщик, не могут служить обстоятельствами для… Ну, то есть, в основном налогоплательщики, зная, что трехлетний срок после уплаты налогопропущен, они стараются привести факты о том, что они узнали о переплате с какого-то иного момента. Но в большинстве случаев суды данные моменты не рассматривают в качестве момента, с которого следует исчислять срок на возврат налогов. При рассмотрении настоящего вопроса я бы хотел обратить внимание лишь на один аспект, а именно на ситуацию, когда налог уплачивался на основании норм, которые впоследствии были признаны не конституционными. Безусловно, данное обстоятельство говорит о том, что у налогоплательщиков фактически появляется переплата. И в данном случае многие налогоплательщики пытаются вернуть соответствующую переплату. Ну, ярким примером такого случая является попытки налогоплательщиков вернуть земельный налог в связи с принятием постановления Конституционного суда по делу Омск-Шина. И при этом налогоплательщики указывают на то, что исчислять срок, с которого они узнали о наличии переплаты, следует с момента принятия акта Конституционного суда, то есть с момента принятия постановления по делу Омск-Шина. Но суды, в общем, не воспринимают данный подход, а Верховный суд их в этом поддерживает. Иначе говоря, то есть ярким примером такого подхода является дело Евраз-Качканарский комбинат. И, в общем, можно сделать следующие выводы из данного дела, что акт Конституционного суда не влияет на течение срока на возврат налога. Это первое. А второе то, что, по сути дела, тот же вывод о том, что акт Конституционного суда не является моментом, с которого лицо узнало о переплате. Вообще, кого интересует данная тема, могут подробнее посмотреть видео, которое размещено на канале о значении актов Конституционного суда при возврате налогов. Ну и, кроме того, имеется статья в налоговеде в номере 5 за 2016 год. Замечу, что на самом деле в 2016 году было еще одно дело, которое, в принципе, подтвердило подход как арбитражных судов, так и Верховного суда о том, что сам факт признания той или иной нормы неконституционной не означает, что у плательщиков обязательных платежей возникает переплата, которую можно вернуть. Ну вот, ярким примером такого дела является дело ЮТЕР «Вертолетные услуги». Здесь замечу, что это на самом деле не налоговое дело, оно связано с возвратом страховых взносов. Более того, на самом деле это дело даже рассматривалось гражданским составом судебной коллегии по экономическим спорам. Ну, почему это произошло? Потому что плательщик сборов, он попытался вернуть переплату с помощью гражданского правового механизма, а именно предъявил иск о возмещении ущерба в связи с неправомерным актом государственного органа, то есть использовал нормы гражданского кодекса. Кстати, что интересно, нежестоящие суды поддерживали данный подход, но Верховный суд посчитал, что этот подход не обоснован. В целом, дело ЮТЕР иллюстрирует, во-первых, то, что государство не несет ответственности за неконституционность своих законов, ну, а во-вторых, то, что, опять же, возврат переплаты в связи с неконституционностью законов абсолютно неважно, каким механизмом старается пользоваться плательщик гражданским правовым механизмом, либо с помощью публично-правовых норм, не имеет значения, потому что он в любом случае не сможет вернуть переплату, которая образовалась в связи с неконституционностью закона, по которому он уплачивал соответствующие платежи. Следующие дела – это дела, связанные с процессуальными нарушениями. Ну, вообще, думаю, кто интересуется налоговым правом, знает современную тенденцию о том, что суды все меньше и меньше обращают внимание на процессуальные нарушения со стороны налоговых органов. Это означает, что все меньше и меньше шансов признать то или иное решение налогового органа не действительно исключительно по процессуальным основаниям. Здесь же я бы хотел внимание обратить на следующие дела. Это ситуации, когда налоговые органы выносили решение без учета возражения налогоплательщика. Происходили эти ситуации из-за того, что налогоплательщик отправлял свои возражения по почте, скажем, в крайние сроки, что, в общем, не позволяло данным возражениям прийти вовремя в налоговый орган. И в данном случае суды не находили основания для признания решений, принятых без учета возражений налогоплательщика, для признания таких решений недействительными. Но на самом деле я полагаю, что такая практика достаточно спорна. Во-первых, нигде в налоговом кодексе не указывается, что налогоплательщик должен прямо-таки заблаговременно направить свои возражения, потому что, по сути дела, тогда сокращается предусмотренный налоговым органом срок для подготовки возражений. Но даже если учитывать данный факт, то в любом случае у налоговых органов есть механизмы для исправления такого рода ошибки. Иначе говоря, вышестоящий орган может отменить решение нежестоящего органа по данному основанию и принять новое решение с учетом возражений налогоплательщика. Я полагаю, что такой подход был бы справедлив. Но, тем не менее, суды, видимо, считают по-другому. В любом случае налогоплательщикам следует учитывать данную практику и, в общем, своевременно направлять возражения, если они используют почтовую связь. Ну, либо, кстати, этот подход отражен и в судебных актах, подавать ходатайство о переносе срок рассмотрения материалов налоговой проверки и в связи с тем, что направлено возражение по почте. Так, следующие споры, они уже касаются конкретных налогов, а именно НДС. В данном случае в практике Верховного суда были затронуты налоговые последствия по НДС в связи с новацией. На самом деле новация достаточно распространенный гражданский инструмент, который используется сторонами, но, несмотря на его распространенность и популярность, достаточно много споров и неопределенностей возникает в связи с определением налоговых последствий, в связи с применением новации. И вот в качестве одного из таких примеров неопределенности является вопрос о том, когда восстанавливать НДС. То есть это ситуация, когда налогоплательщикам получен аванс в счет исполнения тех или иных обязательств. С этого аванса уплачен НДС, но стороны по тем или иным причинам решили не исполнять обязательства, а заключить, то есть произвести новацию обязательства, и при этом возникает новое обязательство, заемное обязательство, которое, в общем, не является объектом обложения НДС. И в связи с такой хозяйственной ситуацией нередко возникает вопрос о том, когда налогоплательщик может принять к вычету НДС уплаченный с аванса. Но существуют две позиции. Позиция первая, что этим моментом является момент заключения договора о новации. Второй подход – это фискальный подход о том, что возможность вычета НДС возникает только после возврата денег по заемному обязательству. Именно данное дело было рассмотрено в споре налогового органа с Прометой с Русь. И в данном случае Верховный суд принял позицию налогоплательщика, то есть это положительное для налогоплательщиков дело, и указал, что право на вычет у лица возникает с момента заключения договора о новации. То есть, казалось бы, во всяком случае, применительно к данному вопросу должна установиться единообразная практика. Но уже после этого дела было дело индивидуального предпринимателя Недронина, в котором, на самом деле, судья Верховного суда, это отказное определение, фактически приняла противоположную позицию, а именно указала на то, что право на вычет возникает уже после возврата денег по заемному обязательству. Ну, специалисты, на самом деле, также обратили внимание на то, что, по сути дела, высказано два противоположных вывода, но попытались объяснить несогласованность данных выводов разными обстоятельствами дела, которые действительно существуют. Но здесь вопрос в другом, что будут ли налоговые органы при принятии решения по сходным ситуациям учитывать, что у данных дел разные обстоятельства, либо они просто будут учитывать то, что один из выводов является, ну, на самом деле, в пользу налоговых органов, и будут исключительно использовать данный вывод без учета обстоятельств, в связи с которыми данный вывод был сделан. Иначе говоря, налоговые органы будут исключительно руководствоваться делом индивидуального предпринимателя Нитронина. В данном случае, ну, пока не ясно, но, тем не менее, налогоплательщикам следует учитывать, что, к сожалению, налоговые риски в ситуациях, когда то или иное обязательство навируется в заемное, налоговые риски сохраняются. Хотя Верховный суд мог, в общем, эти налоговые риски, скажем так, устранить. На самом деле, то, что существует два противоположных вывода, может говорить, опять же, либо действительно о наличии существенной разницы в обстоятельствах дела, но может и указывать на несогласованность в деятельности Верховного суда. Иначе говоря, просто-напросто судья при вынесении решения, ну, при принятии решения по делу Нитронина, фактически просто не учла дело Прометис Русь. Следующие дела – это дела, касающиеся субсидий. На самом деле, этих дел было достаточно много в практике Верховного суда за 2015 год. Ну, первая группа дел касалась вопроса о том, необходимы ли субсидии, которые выделяются из местных бюджетов, необходимо ли их включать в налоговую базу по НДС. Иначе говоря, эти споры, они касались применения пункта 2 статьи 154 НКРФ. А в данном пункте указывается на то, что субсидии, которые предоставляются из бюджета, они не включаются в налоговую базу. В том случае, если налогоплательщик применяет государственные цены при оказании тех или иных услуг, либо при реализации товаров, либо в том случае, если налогоплательщик оказывает какие-то, точнее, предоставляет какие-то льготы населению. И в данном случае вопрос о том, включать, либо не включать субсидии, возник применительно к денежным средствам, которые получали управляющие компании на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. И в данном случае Верховный суд указывает на то, что тот факт, что данные средства, они выделяются из бюджетов, еще недостаточно, чтобы данные средства не включались в облагаемую базу по НДС. Необходимо, чтобы соблюдались и другие условия, а именно, чтобы либо налогоплательщик применял государственные цены, либо чтобы он предоставлял льготы населению. А в ситуации того, что налогоплательщик проводит капитальный ремонт, суды не усматривают того, что здесь применяются контролируемые цены, либо предоставляются льготы населению. Ну, как видите, на самом деле это дело достаточно узкое, узкоспециальное и касается отдельной отрасли, хотя достаточно обширной, отрасли ЖКХ, но на самом деле в данных делах содержатся более общие выводы, которые могут иметь значение при разрешении других споров, связанных с льготами. А именно суды считают, что тот факт, что население фактически экономит на расходах по капитальному ремонту, поскольку с них либо не собираются деньги на капитальный ремонт, либо собираются деньги в меньшем размере, данное обстоятельство не указывает на то, что налогоплательщик предоставляет населению какую-то льготу. Пока не совсем понятно, как этот вывод может отразиться на других спорах, но, тем не менее, все-таки его нужно учитывать при характеристике тех или иных льгот. Следующее дело – это дело Куриное царство Брянска. В данном деле возник вопрос о том, стоит ли налогоплательщику восстанавливать НДС в том случае, если он получает субсидии из региональных бюджетов, но при этом такие субсидии, они сформированы за счет межбюджетного трансферта, который исходит из федерального бюджета. В данном случае речь идет о применении под пункта 6, пункта 3, статьи 170 НК РФ. И в данном случае Верховный суд указывает на то, что при разрешении таких споров необходимо исходить из буквального толкования соответствующей нормы. А в соответствующей норме указывается именно на то, что субсидия должна быть получена из федерального, а не из регионального бюджета. Иначе говоря, Верховный суд указывает на то, что абсолютно не имеет значения, за счет чего та или иная субсидия сформирована. Если субсидия исходят из регионального бюджета, то оснований для применения под пункта 6, пункта 3, статьи 170 НК РФ не усматривается. Следующие споры по НДС, они носят на самом деле гражданско-правовой характер, но тем не менее их также следует учитывать при определении налоговых последствий по НДС. Достаточно много в практике Верховного суда было дел, связанных с необоснованным начислением НДС на те или иные суммы. И в данном случае вы видите примеры таких дел. Во-первых, необоснованно начислять суммы НДС на услуги, связанные с экспортируемым товаром. В данном случае такая позиция отражена в деле РЖД против ведомственной охраны. То есть это было унитарное предприятие ведомственной охраны на железнодорожном транспорте. По-моему, так. Также суды указывают на необоснованность начисления НДС по услугам местной реализации, которых не признается РФ. Это дело Техас-Аншор и Майер. Ну и кроме того, следует обратить внимание на то, что не следует начислять НДС на суммы гражданской правовой ответственности, в том числе на неустойки. Эта позиция отражена в споре между ФПК и сервис-трансклининг. Таким образом, повторюсь, налогоплательщикам следует учитывать такие дела. Ну и еще одна категория дел по НДС. Это дела, связанные с использованием Факсимили в счетах фактурах. На самом деле, такие дела постепенно будут сходить на нет, в связи с тем, что сейчас развиваются электронные документы оборот, и в относительно ближайшем будущем счета фактуры, я думаю, будут выставляться и использоваться только в электронном виде. Но пока все-таки есть случаи использования счетов фактурно-бумажном носителе, и соответствующую практику налогоплательщикам следует учитывать. А именно эта практика заключается в том, что использование Факсимили в счетах фактурах не соответствует требованиям статьи 169 НКРФ, а это означает, что по таким счетам фактурам налогоплательщик не может принять НДС к вычету. Эта позиция, она отражена в деле 2015 года ЭКСПО. Но замечу, что на самом деле такое же дело встречается уже в 2016 году, это дело БАРС. Кроме того, негативное отношение к использованию Факсимили в счетах фактурах имеется и у Минфина России. Он это отразил в письме 2015 года, реквизит которого вы видите. На самом деле специалисты указывают на то, что снизить налоговые риски можно путем заключения соглашения между контрагентами о возможности использования Факсимили и, в частности, о возможности оформления с помощью Факсимили счетов фактур. Но я полагаю, с учетом приведенной судебной практики, что такое соглашение существенно не снижает налоговые риски предъявления претензий со стороны налоговых органов. Более того, также существуют серьезные риски того, что налогоплательщик проиграет. Даже при наличии соответствующего соглашения проиграет налоговое дело в суде. Итак, споры, связанные с налогом на прибыль. По-прежнему, одной из наиболее спорных статей в главе 25 НКРФ остается статья 269 НКРФ, то есть статья о контролируемой задолженности, которая ограничивает возможность налогоплательщиков учитывать в качестве расходов проценты по заемным обязательствам. В 2015 году стала утверждаться, в том числе на уровне Верховного Суда, практика по контролируемой задолженности перед иностранной сестринской компанией. В чем здесь вопрос? В том, что в главе, извиняюсь, статьи 269 НКРФ нельзя сделать прямой вывод о том, что задолженность перед иностранной сестринской компанией является контролируемой. И, в общем, до определенного момента суды, исходя из буквального толкования, в статье 269 НКРФ, также считали, что оснований для признания такого рода задолженности контролируемой не имеется, исходя из содержания, опять же, статьи 269 НКРФ. Но постепенно данная практика начинала меняться, то есть одно время принимались как решения в пользу налогоплательщика, так и решения против налогоплательщика. И вот, в 2015 году, я думаю, данная практика окончательно стала сдвигаться в пользу налоговых органов, значит, не в пользу налогоплательщиков. Примерами соответствующей практики являются дела Ачемгаз и Каширский двор Северянин. В данных делах сделан вывод о том, что задолженность перед иностранной сестринской компанией может быть признана контролируемой, а значит, налогоплательщики должны лимитировать свои расходы, связанные с уплатой процентов по такого рода задолженности. Вместе с тем, безусловно, такая практика в полной мере не соответствует как содержанию статьи 269 НКРФ, так и принципу определенности налогового права. Поскольку, повторюсь, в статье 269 НКРФ нет прямого указания на то, что такого рода задолженность может признаваться контролируемой. Иначе говоря, получается, что налогоплательщик, прочитав статью 269 НКРФ и, в общем-то, увидев, столковав ее буквально, не может быть уверен в том, что он правильно исполняет свои налоговые обязательства. Иначе говоря, здесь нарушается принцип определенности. Более того, те доводы, о которых я говорю, они усиливаются содержанием закона номер 25 ФЗ, в котором была изменена редакция статьи 269 НКРФ, и в котором действительно прямо указывается на то, что задолженность перед иностранной сестринской компанией может быть признана контролируемой. Иначе говоря, здесь можно сделать вывод, что до закона номер 25 ФЗ оснований для признания такого рода задолженности контролируемой не имелось. Я полагаю, безусловно, что такой вывод не будет делаться, но в любом случае закон номер 25 ФЗ должен использоваться налогоплательщиками для того, чтобы обосновывать тот вывод, что во всяком случае статья 269 НКРФ не содержала четких правил в отношении иностранной сестринской компании. То есть существовала неопределенность. А значит, должны применяться положения статьи 3 НКРФ о том, что все сомнения должны толковаться в пользу налогоплательщика. Безусловно, нельзя рассчитывать на то, что суды будут в полной мере применять статью 3 НКРФ и не признавать соответствующую задолженность перед сестринской компанией контролируемой. Но во всяком случае, как статья 3 НКРФ, так и закон номер 25 ФЗ могут использоваться налогоплательщиками для того, чтобы обосновать незаконность привлечения к ответственности в том случае, если они будут привлекаться к налоговой ответственности. В целом, замечу, что споры по статье 269 НКРФ продолжаются и в 2016 году. И наиболее интересным спором по статье 269 НКРФ был в 2016 году спор новой табачной компании. Этот спор был связан с проблемой задолженности уже перед российской сестринской компанией. и в данном случае там возник вопрос об исполнении обязанности налогового агента. Здесь я подробно не буду анализировать данное дело, но в любом случае, налогоплательщикам следует обратить на данное дело внимание уже сейчас. Следующее дело – это обложение неосновательного обогащения. Здесь, в деле машиностроительный завод «Маяк» Верховный суд сделал вывод о том, что неосновательное обогащение может рассматриваться в качестве аналога арендной платы. Вообще, в чем суть спора? Налогоплательщик использовал, пользовался имуществом в отсутствии каких-либо договорных отношений. И в результате гражданского правового разбирательства ему присудили обязанность по уплате неосновательного обогащения. И налогоплательщик уплатил это неосновательное обогащение и учел, соответственно, его в расходах. Однако налоговые органы посчитали, что такие расходы не соответствуют требованиям статьи 252 НКРФ и поэтому исключили соответствующие расходы из тех расходов, которые учитываются при определении налоговой базы. Но Верховный суд посчитал такой подход неверным и, повторюсь, приравнял неосновательное обогащение, по сути, к арендной плате. В общем-то, вывод этот в пользу налогоплательщика, однако, такой вывод может иметь и определенные негативные последствия для налогоплательщиков, но при этом эти негативные последствия могут возникнуть по НДС. Поскольку Верховный суд приравнивает неосновательное обогащение к арендной плате, а арендная плата является объектом обложения НДС, то у налоговых органов может возникнуть желание облагать соответствующие услуги НДС. В целом, я замечу, что такой подход налоговых органов, он нередок, и действительно они пытаются облагать соответствующую сумму НДС, однако суды в настоящий момент этот подход не поддерживают. Иначе, говорят, указывают на то, что неосновательное обогащение НДС не облагается. В качестве примера можно привести дело 2016 года, дело Технопарк Радос, в котором действительно содержится вывод о том, что неосновательное обогащение не облагается НДС. Вместе с тем, с учетом дела машиностроительный завод Маяк, нельзя исключать, что практика может поменяться. Более того, в 2016 году было письмо Минфина, оно было 7 апреля 2016 года. Здесь, к сожалению, я забыл указать реквизиты, но его, я думаю, достаточно легко найти. В этом письме Минфин не исключил возможности облагать неосновательное обогащение НДС. Поэтому в данном случае налогоплательщикам, безусловно, следует учитывать такого рода риски. Итак, переходим к следующим спорам. Они связаны с имущественными налогами, то есть с налогами на имущество организации и с земельным налогом. На самом деле было достаточно много споров, связанных с оценкой значения реестров при обложении имущества. Верховный суд продолжает, в общем-то, придерживаться позиции, которая была выработана еще в бытность высшего арбитражного суда, о том, что при определении лица, который обязан уплачивать налог, ключевое значение имеют данные, содержащиеся в том или ином реестре. В общем, этот подход в той или иной мере, он отражен в делах Акбарс Девелопмент и в делах Кубан Энерго. Там было несколько дел. Но по делу Акбарс Девелопмент рассматривалась ситуация, когда лицом было продано недвижимое имущество, какое-то здание, и лицо полагало, что в связи с продажей здания, в общем, у него прекращается, у лица прекращается обязанность по уплате земельного налога в отношении участка, который под соответствующим зданием расположен. Однако суды и Верховный суд не поддержали налогоплательщика в этом подходе, указав, что поскольку налогоплательщик, лицо фигурирует в качестве владельца земельного участка в соответствующем реестре, то это лицо продолжает быть налогоплательщиком по земельному налогу. Здесь фактически суды указывают на то, что никакого значения содержания норм, имеющихся в гражданском кодексе, никакого значения данной нормы не имеет. Иначе говоря, то обстоятельство, что земельный участок, находящийся под зданием, должен следовать судьбе данного здания, соответственно, если продано здание, значит, по сути дела, то есть если на здание переходит право собственности к другому лицу, значит, и на участок, в отношении участка происходит то же самое, то есть должно перейти право собственности. В общем-то, данное правило в налоговых отношениях не действует. В принципе, подход вполне объясним, поскольку применительно к налоговому праву действует принцип автономности, означающий то, что положение иных отраслей законодательства имеет значение для налоговых отношений только в том случае, если об этом прямо указывается в той или иной налоговой норме. Что касается дел Кубанин Энерго, то в данном случае происходила реорганизация юридического лица в форме выделения и возник вопрос о том, кто должен уплачивать земельный налог с учетом того, что участки в соответствии с разделительным балансом они переходили новому выделившемуся лицу. И, в общем-то, компания Кубанин Энерго полагала, что в данном случае, поскольку в соответствии с разделительным балансом эти земельные участки уже не принадлежат налогоплательщику, он и не должен уплачивать земельный налог. Однако суды опять же не поддержали налогоплательщика, поскольку именно налогоплательщик продолжал фигурировать в качестве владельцев соответствующих земельных участков в реестре. Таким образом, разделительный баланс каким-либо образом не повлиял на изменение, в общем, обязанности по уплате земельного налога. Следующее дело, оно на самом деле выделяется из других дел. Это дело Римис Лимитета, о которых я уже говорил. Данное дело рассматривалось многими специалистами как пересмотр позиции высшего арбитражного суда. Однако, на самом деле, скорее речь идет не о пересмотре позиции, а о уточнении позиции высшего арбитражного суда. Спор заключался в том, что у налогоплательщика было транспортное средство, самолет, но в результате авиационного происшествия данный самолет, он пришел в негодность и восстановлению не подлежал. Соответственно, налогоплательщик не уплачивал по нему транспортный налог. Однако, налоговый орган, ссылаясь на то, что в соответствующем реестре налогоплательщик продолжает владеть соответствующим транспортным средством, налоговый орган считал, что у лица продолжает сохраняться обязанность по уплате транспортного налога. И, в общем-то, эту позицию поддерживали и нижестоящие арбитражные суды. Однако, Верховный суд решил пересмотреть данные дела и вынести решение в пользу налогоплательщика. В данном случае Верховный суд указывает на то, во-первых, что необходимо все-таки учитывать процедуру внесения изменений в тот или иной реестр. Процедура, в общем, препятствовала налогоплательщику исключить транспортное средство из реестра, поскольку до окончания расследования по авиационному происшествию запрещено было вносить какие-либо изменения. Это первое. А второе, суд сослался на принцип экономической обоснованности налога и указал на то, что уплата налога с предмета, который фактически не существует, противоречит принципу экономической обоснованности налога. Следующая интересная категория дел, они, в общем-то, были приняты по имущественным налогам, а именно по налогу на имущество организаций. Однако в данных делах затрагивается более общий вопрос оттолкования налоговых норм. Это дела Гошека Риэлти, Квартал и Серебряный город. Ну, насколько я помню, еще были какие-то дела, но не суть. В принципе, во всех них изложена одна и та же позиция. В чем суть спора? Спор касался применения региональной льготы, которая была предоставлена законом города Москвы о налоге на имущество организации. Эта льгота заключалась в том, что многоэтажные гаражи не должны облагаться налогом на имущество организации. Однако в норме не указывается на то, распространяется ли эта норма только на отдельно стоящие многоэтажные гаражи, либо возможно распространение этой нормы в отношении многоэтажных гаражей, которые находятся в пределах, в рамках административных либо торговых зданий, то есть административных центров, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров. Ну, естественно, налоговые органы исходили из узкого толкования данной нормы и допускали возможность применения этой льготы только в отношении отдельно стоящих зданий. Однако суды и Верховный суд поддержал, все-таки начали принимать сторону налогоплательщиков. И в данном случае суды применяли грамматическое толкование, о чем они прямо указывают, и указывали на то, что из содержания нормы не следует ее узкое толкование и возможность распространения только в отношении отдельно стоящих многоэтажных гаражей. Во-вторых, было применено телеологическое толкование, заключавшееся в том, что судами оценивались программные документы города Москвы, в которых указывалась необходимость развития инфраструктуры в части увеличения количества многоэтажных гаражей. Ну и в данном случае абсолютно не имеет значения, как эти гаражи, скажем так, обустроены, являются ли они отдельно стоящим зданием, либо они встроены в тот или иной торговый либо административный центр. На самом деле замечу, что ФНС России также обратила внимание на данные дела и ориентирует суды, ой, извиняюсь, налоговые органы в своем письме на то, чтобы налоговые органы руководствовались соответствующей судебной практикой. Что, в общем, безусловно, такое письмо положительно-позитивно, поскольку возможно, что налоговые органы не будут доводить споры, связанные с применением данной льготы до суда. Что интересно в данных делах, что в данных делах была применена аналогия закона. Правда, здесь следует отметить, что данный аспект не отражен в актах верховного суда, он отражен в актах ниже стоящего суда. Иначе говоря, по аналогии был применен порядок расчета налоговой базы. Вообще, я думаю, кто интересуется налоговым правом знает, что аналогия, применение аналогии в налоговом праве является достаточно спорным вопросом. Ну и пример применения аналогии не так чисты в налоговом праве, и поэтому данные дела действительно интересны для специалистов, которые интересуются данной тематикой. Ну и кому на самом деле интересно, есть монография, моя монография аналогия в налоговом праве, поэтому проблемы, связанные с аналогией, вы можете ознакомиться с этими проблемами в данной монографии. Так, следующие дела это дела касающиеся добросовестности. Ну, на самом деле, во-первых, интересно рассмотреть в принципе те дела, которые были рассмотрены судебной коллегией по экономическим спорам. Здесь нужно выделить два дела, это дело опытный завод нефтехим и дело горные машины. Почему я их выделяю в некую такую отдельную группу, потому что дело опытный завод нефтехим создало определенную напряженность среди как специалистов, налоговых специалистов, так и среди налогоплательщиков, поскольку были опасения того, что судебные акты, которые по вопросам недобросовестности, которые были признаны, приняты в пользу налогоплательщиков, будут массово пересматриваться Верховным судом. В чем тут дело? Верховный суд, точнее, судебная коллегия по экономическим спорам, в деле опытный завод нефтехим, по сути дела, Верховный суд пересмотрел, переоценил доказательства, которые были оценены ниже стоящими судами. Но в полной мере, безусловно, он этого не сделал. Он просто-напросто указал на неправильную оценку судами доказательств и направил дело на новое судебное рассмотрение с негативной оценкой, то есть с, скажем, оценкой не в пользу налогоплательщика. И вот в связи с этим опасения и возникли, что сейчас начнется массовый пересмотр дел. Более того, эти опасения, они усилились в связи с делом горной машины, поскольку при передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам судья также указывал на неправильную оценку доказательств. Однако дело горной машины успокоило профессиональное сообщество, поскольку судебная коллегия по экономическим спорам не стала пересматривать судебные акты, которые вынесены в пользу налогоплательщика. Ну и в целом дальнейшее развитие практики в 2015 году показало, что Верховный суд в общем-то не собирается массово пересматривать дела, вынесенные в пользу налогоплательщиков. Тем не менее, на дело опытный завод нефтехим следует обратить внимание в связи с другим вопросом, с тем, что Верховный суд ориентирует суды на то, чтобы они исследовали вопрос обоснованности приобретения продукции в определенном количестве. Иначе говоря, исходя из содержания дела опытный завод нефтехим, налогоплательщикам следует иметь разумное экономическое обоснование того, что товар приобретается в том или ином количестве. Иначе говоря, необходимо указать, что количество данного товара необходимо в производстве, либо по другим основаниям. В том случае, если налогоплательщик приобретает значительное количество товаров, но у налогоплательщика нет разумного обоснования того, что этот товар требуется в соответствующем количестве, то это может являться негативным фактором, который может привести к выводу о применении необоснованной налоговой выгоды. Следующее дело, которое также было рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам, это дело МАН. Это, в общем, дело пример дробления бизнеса. Дело вынесено в пользу налогового органа, и ФНС России неоднократно указывала налоговым органам на необходимость обратить внимание на данное дело при исследовании вопросов дробления бизнеса. Повторюсь, дело было вынесено не в пользу налогоплательщика, и здесь важно обратить внимание на то, какие обстоятельства были приняты во внимании Верховным Судом. А именно было принято во внимании то, что одно из лиц было косвенно подконтрольно третьему лицу, извиняюсь, то есть третье лицо, а здесь какая ситуация была, то, что было юридическое лицо и был индивидуальный предприниматель, которые, в общем, осуществляли деятельность в одном здании. Но они пытались осуществлять эту деятельность, то есть, во всяком случае, создать формальную видимость, что у них два разных магазина. Но налоговый орган и суды посчитали, что в данном случае все это формально, а в реальности они осуществляют единую деятельность. И они при обосновании соответствующего вывода учитывали, что индивидуальные предприниматели косвенно подконтролены юридическому лицу налогоплательщику, во-вторых, то, что они использовали единый трудовой ресурс, единое программное обеспечение учета товаров, в том числе программное обеспечение кассовых аппаратов. Ну и кроме того, то, что товар приобретался как индивидуальным предпринимателем, так и юридическим лицом налогоплательщикам у одних и тех же поставщиков. Поэтому в данном случае налогоплательщикам, которые пытаются как-то разделить свою деятельность, нужно учитывать данные факторы для оценки своих налоговых рисков. концепция сделки по шагам. В общем, в 2015 году можно найти дела, в которых используется так называемая концепция сделки по шагам. Существо, напомню, данной концепции заключается в том, что в цепочке взаимосвязанных сделок не учитываются сделки, которые, в общем-то, оформлены только на бумаге, то есть имеют формальный характер. В целом, я отмечу, что в практике как арбитражных судов, так и Верховного суда действительно можно наблюдать то, что такой подход набирает популярность. И в качестве примеров таких дел являются дело ТОПРОМ и дело Контурс. В чём здесь суть? Как налоговый орган, так и суды посчитали, что ряд сделок налогоплательщикам совершены формально с целью увеличения стоимости продукции, а значит и увеличения своих расходов на приобретение такой продукции. поэтому в данном случае часть сделок не учитывалась при определении налоговых последствий, а значит и не учитывалась часть наценки на товар. Это позволяло уменьшать расходы налогоплательщика и доначислять налогоплательщику налоги. Именно данный подход был применён в деле ТОПРОМ. В деле Контурс в общем-то был применён схожий подход, правда здесь необходимо оговориться, что в деле Контурс товар он поставлялся из-за границы, то есть импортировался товар. Поэтому в данном случае интересно, что как налоговые органы, так и суды при определении налоговых последствий учитывали таможенную стоимость товара. То есть во внимание принималась сделка, точнее даже не сделка, а операция, носящая административный характер. И во внимание принимались документы, связанные с оформлением соответствующей административной операции. В общем, то есть в данном случае применяется тоже концепция сделки по шагам, но она применяется не в чистом виде, потому что налоговые последствия определяются не на основании гражданских правовых операций, а на основании одной административной операции. И замечу, что имеются определенные аргументы, что не во всех случаях так можно делать. Но об этом здесь я говорить не буду. Возможно, будет отдельный видеоблог по этому вопросу. В целом же при разрешении такого рода дел суды обращают внимание на следующие обстоятельства. Это, во-первых, на наличие возможности у налогоплательщика приобретать продукцию напрямую у производителя. Ну, а во-вторых, исследуются предыдущие отношения. и в том случае, если налогоплательщик ранее напрямую покупал товар у того или иного производителя, но вдруг перестал это делать, то данное обстоятельство тоже может негативно сказаться на итоговое разрешение дела и указывать на то, что налогоплательщик изменил, налогоплательщик изменил порядок приобретения товаров и, в общем-то, начал привлекать дополнительных лишних поставщиков исключительно для того, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду. Поэтому налогоплательщикам следует учитывать, что привлекая тех и либо иных поставщиков, контрагентов, которые не являются непосредственно производителями товара, им необходимо обосновать разумность привлечения соответствующих посредников и необходимо обосновать отсутствие возможности приобретать товар напрямую. Либо то, что может возможности есть, но это неразумно с экономической точки зрения. Ну и, кроме того, в том случае, если налогоплательщик меняет структуру своих договорных отношений, у него должны быть, опять же, разумные объяснения, почему он это делает. Ну и следующий вопрос, это вопросы, связанные с должной осмотрительностью, а именно о том, каким образом могут влиять акты судебных органов на вопросы о проявлении должной осмотрительности. Такие вопросы, они были затронуты в делах Югророс и трубосервисная компания и также в деле БАРС. В чем тут дело? В том, что суды стали обращать внимание на судебные акты, в которых имеются выводы о контрагентах налогоплательщика. А именно в том случае, если в судебном акте имеется негативный вывод о контрагенте налогоплательщика, то данное обстоятельство может негативно сказаться уже непосредственно на споре налогоплательщика с налоговым органом. Именно данный подход был применен в деле Югророс. Здесь же следует отметить, что нет, скажем так, обратной практики по поводу того, что если в том или ином судебном акте есть позитивные выводы о контрагенте, то этот акт может указывать на то, что в конкретном налоговом споре с налогоплательщиком, ну точнее давайте по-другому скажем, то, что наличие судебных актов с положительными выводами о контрагентах налогоплательщика не означает, что в конкретном судебном споре эти акты будут иметь положительное значение для налогоплательщика. То есть такой подход он вот был в деле БАРС и трубосервисной компании, где налогоплательщик ссылался на такие акты, но суды, а Верховный суд их в этом поддержал, в общем, не приняли данные акты во внимание. Но в любом случае, так или иначе, налогоплательщикам следует учитывать данную практику и при совершении достаточно крупных операций все-таки исследовать вопрос о том, фигурировал ли контрагент в тех или иных судебных актах. И в том случае, если налогоплательщикам будут обнаружены судебные акты, в которых имеются негативные выводы о контрагенте, негативные, естественно, налоговые выводы о том, что тот или иной контрагент не осуществляет реальную деятельность, у него имеются массовые руководители, массовые учредители, и в целом контрагент соответствует признакам фирмы «Отнодевки», то, безусловно, контрагентам, извиняюсь, налогоплательщикам следует подумать, нужно ли с таким контрагентом заключать сделку и подвергать себя налоговым риском. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...